Аплодисменты Здесь, в метро, в Москве Я посмотрела просто удивительную картину Значит, два молодых милиционера пытались Из метро выставить женщину Ну, такая опустившаяся женщина Такая немытая годами Нечесанная бомжеватого вида С сумками там, котомками Запах от нее на все метро Не духами Шанель номер пять И вот, когда они ее увидели Там внизу, внутри Они к ней подошли и говорят Давай, подруга, наверх По-хорошему, давай Ну, может быть, какими-то другими словами Они уговаривали, я не знаю Я не слышала, но, может быть, они как-то даже Как-то интеллигентно, как-то так негрубо Обратились к ней Ну, все-таки, какая-никакая она женщина Они представители власти Может, они подошли Представились, извинились Сказали, мадам, простите, ради бога Ну, такая работа Вот вынуждены вас попросить Если вам, конечно, не трудно Вот будьте так любезны Пожалуйста Покиньте здание метрополитена На что она ответила Не словами даже Она ответила жестом И достаточно грубо Она сделала так Пф! О! И вот эта дуля Она абсолютно не смутила стражу порядка Они, знаете, они прямо вот с дулей Вот так развернули, как флюгер За плечи По направлению к выходу И стали придавать ей ускорение Подталкивая ее в спину Ну, то есть, ее даже не надо Грубо было толкать У нее неустойчивое положение В пространстве Один из милиционеров Тихонечко, вот так, пальчиком Тюк, вот так в спину И все, и она пошла И она пошла И они бы так и вышли Но тот, который толкал Он не рассчитал свою силу То есть, он ее тюкнул Сильнее, чем надо А она отошла от него подальше И развернулась к нему Успела И все И он как-то растерялся Куда теперь толкать? Вот она лицо А где спина? И пока он это соображал Думал Она так немножко осмелела Она пришла в себя Она подошла к нему поближе И говорит Слышь Предупреждаю Вот еще раз Ты меня толкнешь Клянусь, я тебя поцелую И все И все И она осталась внутри Ну Другая история И тоже метро Только другой год Буквально пару лет тому назад В метро Перед Новым годом Все с покупками И все, знаете, как-то сравнивают Свое, чужое И гордятся тем Что у них получше Подороже И тут, значит, парень зашел И он сразу взлетел В рейтингах На первое место Потому что у него Вот здесь под рукой Была коробка С дорогущим телефоном И все как-то на него так вот С восхищением Как-то кто-то с завистью Ой Ой Вот это да Как-то с восхищением Кто-то с завистью И вот уже бы должен Вот этот вот пояс метрошный Тронуться И какой-то паренек Какой-то паренек Вертлявый И он вот эту коробку Из-под руки дернул У этого парня И рванул на платформу И успел выскочить И двери закрылись И мы поехали И все так А этот парень Так руки в стороны Говорит Да ё-моё Третий день Хомяка не могу Домой провести Ну, вы знаете На самом деле Вот транспорт На мой вкус Это просто клондайк Для юмориста Особенно я люблю Автобусы Это история Это замечательная история Представьте Две женщины Едут в автобусе Разговаривают громко Ну, просто на весь автобус Вот все пассажиры Слышат каждое слово И одна другой Рассказывает о своих проблемах Она настолько громко говорит Что вот все Все пассажиры Вот не то, что слова Они даже Вот эти вот вздохи Они всё это слышат Например, кричит на весь автобус Валя, ты посмотри на меня Господи боже мой Что я наделала Валя Я не знаю, что здесь за вода Я ничего не могу сегодня Сделать с волосами Потому что я вчера Помыла голову Лучше бы этого не делала Валя Вообще не мой голову Никогда в этом городе Ну, посмотри на меня У меня волосы Они в разные стороны Торчат в разные стороны Торчат в разные стороны О, моя остановка И всё И она рванула к выходу А мужчина Он сидел по-хозяйски. Он вот так раскинул в проход эти ноги, расставил. И эта с волосами бежала, выпучив глаза. Ничего не видела. Споткнулась через эти ноги. Поворачивается к этому мужчине. Говорит, мужчина, что вы ноги в проход выставили? Он говорит, вчера помыл, торчат в разные стороны, понимаешь? Десятый год. Торфяники горят. Москва. Жуткое лето. Больше сорока градусов. И на одну из съемок я поехала автобусом, и я не пожалела. Ну, туда нормально добралась, обратно. Я не могу вернуться. Я стою, много людей на остановке. Мы собрались как-то, смотрим друг на друга. Автобуса нет, уже сорок минут. Задыхаемся, умираем от жары. Наконец-таки кто-то увидел и крикнул, наш идет. Народ сразу на низкий старт. Все, дружба закончилась. По сторонам посмотрели, оценили свои возможности. Все в автобус попали. И знаете, мы как-то так вот сколотились в одну дружную семью. Прямо как сельди в бочке. Меня прибило к женщине. Она такого высокого роста, такая, ну, крупная тетка, такая, прям, всего богата. И спереди, и сзади, прям, есть чем гордиться. Есть чем вильнуть на перекрестке, чтоб светофоры окосели окончательно. Вот спереди она меня побогаче, наверное, размеров на шесть. Это тетка, она прилипла к мужичку. А мужичок такой, с ноготок, но небольшого роста, такой худенький, он сразу как чпак. Туда вот, под козырек. И все, и затих. Ему там хорошо, он как кенгуренок у мамки в сумке сидит и не отсвечивает. И пока автобус стоял на остановке, он сидел тихо. А потом же автобус вот это поехал. И все это хозяйство сверху ему полысе. И не шлеп, 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 шлеп. Через какое-то время слышу, кенгуренок возмущается мамке, кричит. Женщина, да в конце концов! Убрете вы своей сумки с моей головы или нет? У меня уже сотрясение мозга! Она говорит, ты что, придурок, какие сумки? Это Руди, куда я их уберу? И тут чисто мужская реакция. Он говорит, Руди! Ну черт с ними, с мозгами пусть трясутся. А дедушка зашел в автобус, слушайте. Ну это вообще-то колоссальная история. Я вот этой семейной паре, я просто аплодировала внутренне, долгой стоя. Ну то есть в автобус пришел мужчина, достаточно пожилой, уже глубоко, за 80. И на голове у него мало что осталось. Ну что-то еще там как-то что-то есть. И вот это вот что-то, оно у деда было выкрашено в такой ярко-малиновый цвет. Вот такой ярко-жучий малиновый цвет. И оно еще было вот так начесано и залакировано в усмерть. И то есть такая прическа, народ как-то на него рассматривал деда долго. На самом деле. А дед ни на кого не обращает внимания, спокойно едет по маршруту. Но через какое-то время ему надоело, что его рассматривают пристально. И он обратился к пассажирам, говорит, что вы смотрите-то, уже надоели. Что вы смотрите? Во! Во! Бабки в карты проигралку. И я подумала, господи, ну какое счастье, чтобы вот эту детскость сохранить на всю жизнь. Ну, вы знаете, конечно, не только автобус. Не только автобус. Вот я как-то по улице гуляла. Это же замечательная история. Это веселая женщина, которую я встретила. И знаете, я гуляю тепло одета, потому что уже достаточно прохладно. И смотрю, женщина идет навстречу, и она в одной легкой футболке. Думаю, ну странная какая-то. Как ей не холодно, на самом деле. Она подходит поближе. И я читаю вот здесь на футболке. У нее написано, я дура! Все, у меня даже не возникли никакие вопросы, потому что все ответы у нее были на футболке. Ну такая странная, поймите. Ну очень странная. Я даже оглянулась. А там сзади, ты тоже! Ну так что, друзья мои, что я хочу вам пожелать? Не теряйте чувство юмора. Потому что наша жизнь, она сродни зеркалу. Вы улыбнетесь ей, и она в ответ улыбнется вам. АПЛОДРА Субтитры сделал DimaTorzok